Недавно в западноафриканской республике Нигер начался самый настоящий военный переворот. В столичном городе Ниамей на улицах появились бойцы президентской гвардии, которые окружили дворец президента. По некоторым данным, дороги к основным госучреждениям также были перекрыты и заблокированы. Издание, специализирующееся на новостях из стран Африки, назвало происходящее там попыткой госпереворота и сообщило, сославшись на свои источники, что гвардейцы захватили и самого президента Нигера Мохаммеда Базума. Поводом для переворота могла стать недавняя попытка Базума отстранить от должности командующего президентской гвардией генерала Амара Чиани. Ситуация, которая произошла 26 июля текущего года, и пришла информация о том, что там произошел войный переворот, она, по всей видимости, связана с тем, что целый ряд, скажем так, социальных групп, слоев, в том числе и военные структуры, они, видимо, не вполне довольны той политикой, которая в настоящее время проводится в республике Нигер. Подобные меры уже не раз предпринимались в африканской стране. Президент Базум, который был демократически избран в 2021 году, является близким союзником Франции. Последний государственный переворот в Нигере произошел в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Мамаду Танджа. Вторая попытка свергнуть Базума была предпринята в марте этого года, когда президент находился в Турции. По словам нигерского чиновника, который сообщил, что был произведен арест. Поскольку в этот раз произошло окончательное свержение власти, военная группировка заявляет о конце режима, ссылаясь на ухудшающуюся ситуацию с безопасностью и плохое управление африканской страной. О том, к чему приведет вооруженный конфликт, остается только догадываться и ждать решения и оглашения списка требований от захватчиков власти. Нужно отметить, что сейчас параллельно с этими событиями в России и в Санкт-Петербурге проходит форум «Россия-Африка». И вот уже первые же заседания, они выявили озабоченность России теми проблемами безопасности, которые существуют в целом ряде африканских государств. И Россия, конечно, призывает международное сообщество всячески содействовать тому, чтобы африканский континент являлся территорией безопасности и стабильности. Военные в Нигере заявляют, что они отстранили президента Мухаммеда Базума от власти после того, как вооруженные солдаты ранее блокировали президентский дворец в Ниаме, столице одной из самых нестабильных стран мира. Группа военнослужащих появилась в эфире на национальном телевидении. Лидер переворота сказал, что границы страны были закрыты, а все учреждения республики приостановили работу. И объявил общенациональный комендантский час. Солдаты предостерегают от любого иностранного вмешательства. Сообщалось, что очевидным переворотом руководил глава региональной группы по политике и безопасности. Ранее сообщалось, что солдаты, включая членов президентской гвардии Базума, вели переговоры с президентом, который был описан как живой и невредимый, хотя его местонахождение было неясно. Действия элитной гвардии были быстро оспорены армией и национальной гвардии в целом, которые пригрозили атаковать президентские силы, если они не уйдут. Пока о последствиях конфликта рассуждать сложно. Все зависит от выдвигаемых мятежными военными требованиями и от того, смогут ли они договориться с президентом. Елизавета Газизянова, Универньюз.